Так, дальше у нас на очереди Кливленд Викингс и команда Титко, СВБ, СВОРН. Ой, ну мне сложно судить по этим командам. Я знаю только там лидеров этих команд, что Титко тренирует СВОРН. Ну, кстати, формально даже, по сути, не он прям тренирует СВОРН, тренирует Максим Алексеев, просто Титко как... Ну, короче, у них тренерский штаб настоящий. Ну, я так понимаю, что СВОРН это прям командная какая-то... Команда с командным баскетболом, которая как бы стремится к тому, чтобы наигрывать какие-то комбинации. А у Кливленда я знаю, что там играет сейчас Савочкин, Антон, который... Ну, он вряд ли будет играть в Изи. Он на игру приехал против Милоки, это типа был чисто потому, что состава не было. Вряд ли он будет играть. Ну, почему бы и нет, у него как бы ничего ему не мешает посещать. Не мешает ему, что у него куча матчей за Оргувку, а еще у него лапы ведем. А, ну да, да, да. Ну, это как с Щебой. Ну, да, это как с Щебой, да. Вот. Ну, тогда, наверное, СВОРН фаворит, но я не знаю, какой состав у Кливленда. Слушай, ну, просто ты сказал про то, что СВОРН тренерская команда, и ребята там пытаются наигрывать в комбинации, Кливленд точно такая же команда. Кливленд точно такая же. Максим Марков, это один из самых таких уважаемых тренеров у нас в БЛ. А как идет Кливленд Викинг с победным поражением? Я знаю, что СВОРН идет... 7-8. Да, СВОРН они разделяют вторую строчку с Алабамой, у них одинаковые. У них, по-моему, 11-4 у обеих команд. Вот. У Викингов 7-8. Они, кстати, выиграли матч первого тура у этой команды. Но там очень плотная была игра, и, наверное, не стоит прямо сейчас смотреть на результаты этого матча, потому что СВОРН нереально спрогрессировали. Кливленд, по ощущениям, остался примерно на том же месте. Мне кажется, Викингу немножко стабильности не хватает. То есть, они проиграли Most Hated, ну, обыграли Милот, потому что Савочки, наверное, нельзя считать это прямо за какое-то достижение. Зато разобрали Team Squad достаточно крепкий, разобрали сильно. Ну, то есть, некой стабильности не хватает. Уступили Айове, уступили Most Cubulls в одну очко. Хаски выиграли. Выиграли Хаски, да. И это серьезное достижение. Ну, короче, то есть, две похожие команды, но, как мне кажется, все-таки с разным ростером. Потому что у СВОРН объективно состав заточенный под защиту. То есть, ну, там из того состава, который есть у Алексеева и Учитко, ты не сделаешь какую-то атакующую машину, но они сделали очень классную защитную систему. И при этом они действительно показывают симпатичный какой-то командный басковол в атаке, пускай они много забивают. У Викингов, мне просто кажется, недостаточно хороший состав на защиту. Но при этом команда тоже неплохо защищается. И вот по тем матчам, первым, что я видел, по первым турам, в Перова, они очень классно двигали мяч, очень классно двигали мяч. Но при этом, несмотря на хорошую игру, то есть, ты объективно смотришь игру, игра, команда нравится, но при этом она проигрывает. Вот как можно дать этому объяснение? Ну, иногда просто класса может не хватать. Может быть. Ну, очень много факторов, которые влияют на результат. Сложно сказать. Вот, поэтому тут... Тем более того, что я не следил за матчами Климинга конкретно. Поэтому я не могу судить ничего по поводу их проигрышей каких-то, которые необъективны, как ты говоришь. Не знаю. Да, это действительно матч, который трудно поддается анализу и прогнозам. СВБ, конечно, фаворит. Они идут выше. Они выглядят более стабильной командой. У них почти не было провалов в этом сезоне. И заявка у них более стабильная, чем у Викингов, у которых иногда там меняется парочка человек из ротации. Но тут сложно судить. Вот, объективно сложно. Если Викинги победят, я удивляться не буду. Но все-таки СВБ фаворит. Как чуть более стабильная, классная команда.